Академик Рыбаков Академик Рыбаков, знаменитый академик, директор Института археологии, он был признанным специалистом в области археологии Верхнего Палеолита. Чтобы вы ориентировались, это примерно 50-15 тысяч лет до новой эры. Когда он писал, когда он изучал находки мустерской культуры, а мустерская культура это тоже время и ранее, но она принадлежала неандертальскому народу. Так вот, когда Рыбаков исследовал мустерские находки, он обнаружил, что среди этих находок очень много вещей, которые свидетельствуют о том, что в эти времена, в мустерске, существовал культ языческого бога Велеса. Отмечу, неправильно называть, что этот бог был славянским. Славянство и славяне, такого народа и народов, никогда не существовало и не существует сегодня. Славянство – это группа языков, это лингвистический термин. Высшие точки куполов-храмов и служили конструкцией того моста, связывающего землю и небо, по которому Велес бегал к еге и молнией возвращался обратно. Если принимать позицию Рыбакова, то культу Велеса примерно 50-100 тысяч лет от роду. Одна из самых древних находок Велеса была как раз на нашей территории, в районе нашей Москвы. Не буду больше углубляться в археологию, скажу только, что Велес – это самый древний пример почитания высших физических, подчеркну, физических, нерелигиозных сил, которые управляют нашей природой. Велес – это бог времени. Понимать нужно его не так, как сегодня в церкви, когда молится Богу и просит у него какие-то свои меркантильные требования. Велес, как бог, он руководил временем и был его алгоритмом. Он был сутью самого времени и является сейчас. Купол храма на Руси выполнял функцию конденсатора, принимающего и сохранявшего электрический заряд. А колокол в колокольне являлся своеобразной лампой, которая светила до тех пор, пока не заканчивался заряд на куполе. Поэтому именно купола храмов являлись ритуальными языческими механизмами. И поэтому именно купола срубали храмом революционные христиане, устроившие на Руси православную революцию 1917 года. И вот этот овраг, почему и называется Велесов овраг, потому что он посвящен Велесу. И здесь, по этой причине, бытует легенда, которая рассказывает, что в туманах Велесового оврага пропадают иногда люди, иногда они перемещаются во времени и в прошлое, иногда выныривают из него. Эти легенды, которые присущи именно богу Велесу, они как раз в Велесовом овраге и присутствуют. Велес, чем он уникален, этот бог? Тем, что он единственный, имеет право и имел всегда право перемещаться с одного берега реки Лето на другой берег реки Лето. А река Лето – это та река, которая разделяет наши два мира. Наш мир – реальный мир, мир материальных людей. И второй мир – это виртуальный мир, мир виртуальных событий, мир алгоритмов. Это не потусторонний мир, как раньше думали, что мир мертвых людей. Нет, это мир душ, выполненных в виде алгоритма. Каждая душа представляет собой алгоритм, математический алгоритм, который является руководством, по которому выполняется соответствующий человек. И плюс у этого, у каждого алгоритма, возможно, несколько так называемых… Ого! Изотопов. Прерываем трансляцию. Вот это дуб уже хороший. Нет, это не дуб, это ясен. Это ясен, да. Вот это старое дерево. Да, вот это старое. Надо, кстати, подумать. Посмотреть, где бы можно найти его датировку. Конечно, это не тысячи лет. Ну вот, даже скворцы дохлые валяются в его подножни. Рассказываю про Велеса. Продолжаю. На фоне вот этого большого дерева. Велес – единственный бог, который мог и может проникать на ту сторону света. Виртуальный мир, из которого мы вышли в 1953 году, были буквально распечатаны. Велес, он в русских сказках называется именем иногда Емеля. То есть, например, в сказке про щучьему велению Велес обозначается именем Емеля. И именно он владеет по щучьему велению, то есть этой магией, с помощью которой он может изменять мир любым образом, который ему только заблагорассудится. Именно Велес является тем персонажем, с которого списаны Библии. В своих ранних работах я говорил, что шестиконечная звезда, она принадлежит, конечно же, никакому не Давиду. Она принадлежит именно богу Велесу. И она зафиксирована, эта звезда, еще в тех археологических культурах, которые были на несколько тысяч лет раньше тех народов, в кавычках, которые породили иудаизм. Иудаизм, напомню, был сформирован в конце 19 века. И, собственно, как иудейский символ, шестиконечная звезда начала использоваться тоже с 19 века. Впервые она появилась на могиле, по-моему, Ротшильда, если я правильно помню, или Рокфеллера. Очень скользко. Блять, поехал! Аккуратно, вы видите? Коломенское – это печать неба на земле. Самые высокие места неба отпечатались здесь глубоким оврагом, который до сих пор называют именем великого бога Велеса. Велесов овраг – это земная водчина Велеса и Яги. Здесь течет речка Смородина. Здесь через нее перекинуты красные мосты. И здесь, в самой глубине тихого леса, многие века покоятся два заветных камня. Чтобы не карабкаться по тому месту, где я чуть не навернулся, можно было бы использовать вот этот мост. Это было бы правильнее. Вот мост. И вся семантика этого моста, опять же, говорит о том, что бог Велес имеет право единственный переходить по этому мосту туда и обратно в наш мир. Туда идет наш мир, сюда, по мосту. Идет дорога в мир алгоритмов, в мир потусторонний. Это река Лето. Ну, конечно, ее, как бы, такое небольшое отражение в нашей реальности. Но сейчас, после дождя, во время небольшого дождичка, она, конечно, пахнет, существует. И мы понимаем. Какой-то виртуальный мир, то он в том же компьютере, где существует куча персонажей из разных игрушек. Ни один из них не живой. Он не может пройти к нам в наш реальный мир. И мы не можем пока перейти к нему в мир виртуальности. Но и тот мир стучится к нам, и мы стучимся в тот мир. Изготавливая игрушки, компьютерные игрушки, изготавливая компьютерные программы и изготавливая симуляторы. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры сделал DimaTorzok